Как наш МИД может прокомментировать слова Никола Пашиняна, премьера Армянского, который накануне заявил, что ОДКБ, например, это союз «Пузырь», члены которого участвовали в подготовке войны в Карабахе, и заявлял такие вещи, что там ни он, ни его чиновники, например, не приедут в Белоруссию, пока Александр Лукашенко почему-то не должен извиниться перед ними, там, ну и так далее. То есть такие провокационные высказывания у армянского премьера, которые сейчас очень сильно будоражат общественность. Вы знаете, это пусть комментируют армянские политологи, общественные деятели, это человек, который является плоть от плоти частью некого политического эстеблишмента, я оставляю это на их усмотрение. Я обратила внимание на заявление по поводу ОДКБ, что Армения должна или обязательно выйдет из ОДКБ. Я просто помню не так давно те же самые армянские нынешние политические деятели говорили о том, что ОДКБ вышло из Армении. Просто хочется уточнить, а ОДКБ уже вернулась в Армению, чтобы ей можно было оттуда выйти. Можно сколько угодно заниматься этой словесной эквилибристикой, но мне кажется, это как-то так прям вот совсем недостойно и дешево. Есть стратегические интересы государства, есть проблемы, с которыми региону, к сожалению, пока еще не удалось распрощаться. Вот о чем нужно думать. О безопасности, о стратегическом сотрудничестве, о гражданской инфраструктуре, которая должна создаваться в том числе с опорой на безопасность в этом регионе и стабильность во имя будущих поколений, во имя того, давайте вещи назовем своими именами, для того, чтобы этот регион был передовым, чтобы он развивался, а не для того, чтобы застарелые проблемы, знаете, как путы, как камни тянули на дно. Вот для чего нужно преодолевать существующие проблемы в регионе безопасности и работать на привнесение стабильности в этот регион. Для того, чтобы он не остался, так сказать, на обочине у мирового прогресса и развития. Сейчас все говорят о многополярности. Уж кому, а именно Южному Кавказу можно и нужно становиться одним из центров этого полицентричного мира. Все для этого есть. И общие границы, и сосуществование веками, и природные богатства, и люди, которые являются и трудолюбивыми, и талантливыми, и так далее. Надо работать именно на эту составляющую, а не бесконечно придумывать какие-то, ну, настолько уж похожие на западные мемы и на вброшенные откуда-то с запада вот эти вот словеса. Не в этом надо путаться, а нужно просто идти очевидной дорогой преодоления существующих проблем политико-дипломатическим путем во имя будущего собственного же народа, будущих поколений. Если есть о чем заявить, пусть заявляют прямо и открыто. Миллион раз говорили, что ОДКБ это структура, в которую все приходят добровольно. Там нет командно-административной системы давления на стран-участниц. Там есть взаимоуважительный диалог. Никто никого силой не держит. В чем проблема? Почему столько лет политические деятели в той же самой Армении на этой теме так спекулируют? В чем проблема-то? Есть понятие предвыборной риторики, есть понятие выборов, есть понятие реализации предвыборных обещаний. Ну пусть они как-то разберутся уже с собой. Зачем собственный же народ обманывают? Хорошо, спасибо вам большое за ответ. Да, причем я хочу обратить внимание, ведь никто-то, никакой другой член ОДКБ не ставит эти вопросы перед Арменией. Это бесконечная какая-то возня, какая-то бесконечная игра словами, которые мы слышим от ряда деятелей нынешнего политического руководства Армении. Кто их, так сказать, призывает эту тему развивать? Никто, они сами. А зачем? Для чего? Для того, чтобы что? Обманывать свой народ, заводить не туда, бесконечно придумывать отговорки и придумывать ответы на, так сказать, задаваемые собственным населением вопросы. А от чего это делается? От того, что не могут, видимо, сказать людям правду, не могут объяснить, почему допущены те или иные стратегические просчеты ошибки, почему утрачены, так сказать, определенные национальные интересы. Вот, наверное, поэтому нужно найти кого-то виноватым, но уж точно не ОДКБ. Еще раз подчеркну, это свободная организация со свободным участием, с определенной процедурой и с уважением участников этого объединения друг к другу в качестве одного из базовых принципов. Чего вокруг этого устраивать? Бесконечную какую-то возьму.